всех приветствую на канале сегодня на обзоре очередная новинка от компании авантис модель эндуро эксклюзив на инжекторе с воздушным охлаждением колесная база по центрам осей составляет полтора метра достаточно высокий дорожный просвет 310 миллиметров высота по седлу 960 миллиметров что позволяет комфортно передвигаться на нем людям с ростом от 170 сантиметров вес райдера не имеет никакого значения потому что на данной модели установлена подвеска rs 1 картриджная которая даже новичку упростит его ошибки при передвижении на этом мотоцикле двигатель установлен стальную раму из хромолибденового сплава которая повторяет геометрию ктм семнадцатого года которая отлично рулится с огромным запасом прочности сразу посмотрите сварочные швы ширина несущей части рамы 62 миллиметра передней части расходятся на две трубы кстати говоря они не круглые они слегка приплюснутые с четырех сторон то есть у этих труб имеется огромный запас прочности сделанный ребра жесткости двигатель воздушного охлаждения с балансировочным валом что существенно снизит вибрации при передвижении и сделает вашу покатушку вполне комфортной маркировка двигателя pr 250 172 fm-5 мощность не обкатанного двигателя на диностенде показала 22 лошадиных силы колеса и это все благодаря новому инжектору который здесь установлен о нем чуть позже коробка передач установлена пятиступенчатая лапка переключения складная алюминиевая анодированная двигатель снабжен электро стартером а также имеется кик стартер в нижней части двигатель надежно защищен пластиковой защитой толщиной 4 миллиметра также установлен огромный пластиковый сапун система газораспределения все та же 2 клапанная с одним распредвалом воздушный фильтрующий элемент с повышенной пропускной способностью находится с левой стороны под крышкой смотрите видоса сборки я все показывал двигатель питается 92 топливом топливный бак из белого пластика через который хорошо видно уровень топлива на шесть половиной литров пробка пластиковая с клапаном в баке установлен погружной топливный насос около впускного коллектора располагается датчик температуры с противоположной стороны форсунка позади которой располагается дроссельный узел приводится в движение при помощи тросика ручка газа здесь короткоходная в алюминиевом корпусе также имеется датчик положения дроссельной заслонки ну и для правильной корректировки топливно-воздушной смеси установлен выпускной коллектор лямбда зонд под сидением установлена вся электрика блок управления эбу ну и разъем для прошивки инжектора аккумулятор установлен здесь же кстати говоря он с повышенным пусковым током на 4 ампер часа сидение влагозащищенное средней мягкости катушка зажигания располагается под баком установлен силиконовый свечной колпак реле регулятор крепится на верхнем болте крепления амортизатора проводка проходит с левой стороны мотоцикла в пластиковой гофре разъемы проводки влагозащищенные на мотоцикл установлена светодиодная фара из пяти светодиодов с габаритом у которой имеется возможность регулировки потока освещения поворотники спереди и сзади светодиодные также установлен светодиодный габарит со стоп-сигналом чуть ниже имеется подсветка номера кронштейн крепления номера под евро стандарт который крепится на двух винтах с возможностью быстрого демонтажа к примеру если у вас нет прицепа и вы поехали катать в лес доезжаете до леса откручиваете номер в рюкзак и катайте свое удовольствие зная что вас регистрационный знак не потеряется панель приборов цветная информативно отображает скорость тахометр зарядку аккумулятора можно засечь суточный пробег индикация передач ну и включение освещения замок зажигания располагается чуть правее блок управления вполне стандартный удобный располагается звуковой сигнал поворотники переключения ближний дальний включение освещения а также есть возможность помигать дальним светом фар с правой же стороны кнопка quick stop и старт двигателя кстати говоря руль здесь переменного сечения 28 на 22 и gp на руле имеется перемычка и подушка безопасности грипсы мягкие резиновые зацепистые а также установленные зеркала алюминиевая защита рычагов надежно защитит ваши рычаги управления которые кстати говоря sns алюминиевые анодированные складные ручка сцепления также sns легкого выжима имеются регулировки а также имеется регулировка свободного хода сцепления в любой момент можно подкорректировать его выхлопная система изготовлена из нержавеющей стали колено выпускного коллектора имеет один сварочный шов крепится через паранитовую прокладку на двух шпильках диаметр трубы 35 миллиметров powerbomb выносной стыковка к средней части глушителя реализована труба в через пружину средняя часть крепится жестко кроме переход к банке прямотока осуществлен также прямоток из нержавеющей стали fmf надежно крепится к алюминиевому подрамнику на двух точках крепления выходное отверстие 41 миллиметр подрамник алюминиевый в передней части установлен ремень помогай к о том пластик здесь эластичный крепкий достаточно толстый ну и все вы понимаете напоминает дизайн ктм а подвеска здесь установленная топовая арс это одна картриджная подвеска также ее еще можно назвать однокамерная без картриджа в общем то она прощает все ошибки новичку при передвижении по пересеченке длинноходная составляет 300 миллиметров спереди и сзади с огромным запасом прочности которая отлично отрабатывает все неровности передняя подвеска перевернутая вилка телескопического типа 940 миллиметров верхней части располагается регулировка на отбой рядом имеется винт для сброса давления в нижней части под резиновым колпачком располагается регулировка на сжатие диаметр штока 48 миллиметров который надежно защищен пластиковой защитой траверсы алюминиевые sns фрезерованные анодированные ограничитель поворотов выполнен вот так дефлекторы пластиковые здесь задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором на рычагах прогрессии длина моноамортизатора 480 миллиметров рабочий ход такой же как и спереди 300 миллиметров диаметр штока 18 миллиметров верхней части располагается регулировка на сжатие здесь же имеется большой ресивер которому кстати говоря не нужен специальный переходник для подкачки воздуха но в нижней части располагается регулировка на отбой брызговик моноамортизатора изготовлен из пластика рычаги прогрессии на игольчатых подшипниках без сепаратора алюминиевые литье под давлением натяжник приводной цепи алюминиевый смотрите как изготовлена система натяжки маятник здесь по центрам 610 миллиметров алюминиевый литой полый с огромным запасом прочности так как это полноразмерный мотоцикл колесная база по центрам осей составляет полторы тысячи миллиметров переднее колесо установлено на 21 задняя на 18 резина yang sing передняя покрышка с редкой шашкой 80 на 100 задняя шина с крупной шашкой 110 на 100 установлены алюминиевые обода с хорошим запасом прочности унисон ширина заднего обода 215 и переднего 160 буксаторы установлены спереди и сзади диаметр спиц 4 миллиметра тормозная система информативная копия brembo на заднем колесе установлен одноцилиндровый поршневой суппорт колодки с медными накладками тормозная линия армированная кронштейн крепления тормозной линии пластиковый главный задний тормозной цилиндр крепится на двух точках крепления к раме имеет смотровое окно имеется регулировка свободного хода лапка тормоза алюминиевая не складная передний цилиндр двух поршневой колодки установлены такие же магистраль армированная передний главный тормозной также имеет смотровое окно передний тормозной диск перфорированный диаметр 260 миллиметров и толщина 4 миллиметра крепится к ступице на 6 точках крепления через резьбовой фиксатор также в диске установлен магнит для импульсного датчика скорости задний тормозной диск перфорированный диаметр 220 миллиметров крепится к ступице на 6 точках крепления толщиной 4 миллиметра все через резьбовой фиксатор ступицы литые окрашенные изготовлены технологией литья под давлением задняя и передняя ось полы приводные звезды установлены 1346 цепь сальниковая 118 звеньев вот с такой маркировкой ведомая звезда крепится на 6 точках крепления к ступице с противоположной стороны с гайками ловушка цепи пластиковая целиковая оба слайдера изготовлены из такого же пластика упорные ножки водителя зубастые складные боковая алюминиевая упорная ножка имеет пластиковую платформу данная техника подходит как для начинающих таких для опытных райдеров испытания не обкатанного двигателя в паре с этим инжектором на диностенде показали что с колеса снимается 22 лошадиных сил и в процессе конечно же они поднимутся но самое главное даже не это то что у двигателя в паре с этим инжектором обеспечивается плавность работы двигателя что это значит это значит то что двигатель выходит на свои максимальные обороты раньше чем кабираторные модели с этим двигателем а также поддерживает максимальную мощность более продолжительное время ну и благодаря правильному образованию топливно-воздушной смеси этот двигатель не только приемистый но еще и экономичный а в паре с топовой однокатриджной подвеской rs этот мотоцикл становится просто пушкой поэтому данная техника на российском рынке среди китайцев самая дорогая с мотором воздушного охлаждения и этот мотоцикл создан для ценителей которые это оценят которым нужен максимальный комфорт и качество комплектующих но кому нужны более простые версии с данным мотором их полно у компании авантис я считаю это хорошо что есть выбор на любой вкус и цвет мотоцикла ну а на этом пожалуй пора заканчивать и для тех кому интересно более подробная техническая сторона этого вопроса смотрите сборку этого мотоцикла я там все показывал и рассказывал но я буду стараться снимать для вас сочные видосы ну и чтобы не потеряться под видосом в описании оставляю все свои ссылки на свои соцсети также на свои новые каналы которые я завел на других платформах все сделал для вас как вы просили случае блокировки youtube основная связь будет через telegram канал там будет вся информация где и куда я что буду выкладывать так что проходите подписывайтесь ну а сейчас давайте запустим двигатель послушайте как он работает как запускается плюс один сегодня даже немного задубили руки пока снимал мотор прогрелся никаких провалов абсолютно всем добра удачи и до встречи на канале